А вот и второй полуфинал И не бывает, это Реми Баньяски И самородок Турецкий боец, который не так давно на ринге К1 По сути дела В этом году он себя лишь проявил как следует 25 лет, как Анасаки Но уже очень здорово он здесь отбоксировал И с Русланом Караевым У него получился сложный бой Но вот именно у Анасаки вышел в полуфинал И встретится с самим Реми Баньяски Ну действительно, так можно и говорить Как и нужно говорить с самим Реми Баньяски Летающий джентльмен Но он не в смокинге, а в трусах для Муай-Тай В свои 32 года он 33 боя выиграл Из них 13 нокаутом 10 поражений было Рост метр 92 И весит 111,5 килограммов А Гокан Саки Большой мастер кикбоксинга Выиграл гран-при К1 В Соединенных Штатах Америки Рост метр 82 На 10 сантиметров ниже Баньяски 99 кило он весит Сейчас Пройдет проверку Гокан Саки И обкатку Танками Ну скорее даже не танками Вот такой Штурмовик Летающий Реми Баньяски Ил-2 Из Голландии Первый раунд Полуфинал Мирового гран-при 2008 года Я уже говорил вам Уважаемые зрители И надеюсь члены Почетные члены бойцовского клуба Сегодня главное событие этого года В мире К1 Да и в мире единоборств Наверное Потому что Все И борцы И боксеры И представители Боев без правил Смешанного стиля Все Знают и уважают И любят К1 И здесь ребята Что надо Очень достойные Очень известные Ну есть и молодые Но такие как Например Бадр Хари Руслан Караев Имена Очень громкие И бои они проводят Фантастически интересные Кстати Кокансаки Из Их числа Вот Молодая гвардия Ну а такие Монстры Как Питер Артс Такие как Райс Сефо Фером Лебанер Реми Баньяски Это конечно же Голотой фонд Мирового Боевого искусства Причем практического Его применения Да В спортивной форме Но Кей-уан Это Я считаю Вот такая Кузница Одновременно И лаборатория Хорошо Гокан Левый Хук Использует Приметил Что немножко Растягивается В атаке Баньяски Пытается Слево Его крюком Зацепить Зацепить Демонстрирует Классику Муай-тай Подходит Хорошо Укрыт От дождей От Крада От Слепопада От ударов Соперника В этом следует Очень хороший удар Конечно же Пока Ансаки Знает Что Реми Может ему Прикнести Сюрприз В любой момент И Опасается И колено Но пока Удар колен Еще не увидели Пока Реми Разогревается И разогревает Своего соперника Это уже второй бой В первом Баньяски Выключил Из дальнейшей борьбы Джерама Лебонера Справа Ударил Ну вот почти так же И попал Локоть Левый локоть А левая Это основная Рука И врач Снял Француза И Рам Лебонер К сожалению В ближайшее время Нарин К ней выйдет Будет Лечить Свою руку Очень хлесткие Лоу кики Наносит удар Сначала идет Колено И затем Выстреливает Дальше Голень И Лещит Просто Лещит И одновременно Жестко Баньяски Технарь Сумасшедший Просто Ставит щит Левой ногой Блокирует удар И Кося Ответит С вами уже не раз говорили о том Что Это очень сложный спорт Очень Мудреные здесь координации Удар Нужно Нанести И рукой И ногой И в то же время Быть готовым К защите Оп-та-та-да Ай да реми Как пружина Оттянулся И затем Стремительно Напал Просто Барс Просто Тигр И по-моему Ребро Наверное В область Тула Еще был нанесен удар Похоже Кто-то с ребром У турецкого боксера Не может продолжать Поединок Бакансаки Эреми Баньяски В финале Где уже его поджидает Где его поджидает Падр Хари Да Вот сюда В левую В левую часть Туловища Был нанесен удар Убрал голову Гокансаки Прикрылся Думал Что будет Хай-кик А он Получил Получил По туловищу И все Ремель Вернулся Пару лет назад Он бразился повесить перчатки на гвоздик И мы И мы об этом с вами говорили Но Начал работать Вновь И сейчас Вновь Время Баньяски Похож на себя самого Словно И не уходил никуда Левое Подреберье Сложный удар Тяжелый Кокан Что случилось во втором раунде? Да ничего не случилось Он просто пробил хороший кик По спине Ну я думаю вы видели Я хотел двигаться Но Он попал Мне вот Я так думаю Что не спина Пок Вот Вся проблема В этом встречается Ну а Так что я не знаю Что еще сказать Досталось ему От Руслана Караева Считает Галкан Саки Ну а